Тут Чаршанбе начал там сверху бить ногами. Мухаммад, когда его друга задушил, по-моему, до отключки 12 человек с дубинками, ножами на улице. И то есть Моргенштерн сидел там всего несколько минут и убежал. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов. И сегодня мы узнаем подробности, пожалуй, самого мощного конфликта в ПОП-ММА, куда были вовлечены персидский дагестанец, Чаршанбе, Мухаммед Калмаков и Моргенштерн. Да, мы с вами вроде бы уже привыкли к разного рода дичи, но тут в дело вмешались даже методы с удержанием людей в машине с целью выманить кого-то из помещения и избить. Как в этой потрясающей атмосфере чувствовал себя Моргенштерн и в какой роли поучаствовали продюсеры Хардкора? Узнаем у брата Мухаммеда Хейбати Али Хейбати. 31 числа, когда прошли съемки Хардкора, мир ПОП-ММА начал обсуждать две вещи. Первое – это появление там Моргенштерна, и второе – это очередная драка сторон Мухаммеда и Чаршанбе. Вот как вам передали хронологическое развитие событий в тот вечер? Ну, мы с Анатолием Суляновым где-то в течение месяца об этом разговаривали. И мы договорились, что Мухаммед придет, Чаршанбе придет, Моргенштерн, Али Шев и, если не ошибаюсь, Сафонов, да? Думаю, да, он комментатор. Да, они сидят и будут все четвером комментировать бои. Вот, перешли, приехали на территорию, я видел, что сразу прибежал продюсер, они остановили машину, продюсер зашел в машину. Я как раз с братом разговаривал, настоятельно упросил, пожалуйста, никакие драки, потасовки, комментируй бои, посиди и уходи. Я уже вижу, продюсер зашел в машину, но я почувствовал, уже как бы какая-то угроза приближается. Он сказал, возможно, что Калмыков там что-то скажет, что-то сделает. Я говорю, слушай, я как бы всегда просил наследия. Без драк, без ничего. У моего брата была операция, я вообще не хочу, чтобы он потасовка участвовал. Я вижу, он как-то уже немножко ему неудобно становится, я уже сразу понял, окей, что-то походу замышляли. Неудобно продюсеру достало? Да, да, как-то начал заикаться. Я сразу понял, брат сказал, походу что-то будет. И сразу вот тут перебежает Мухаммад Калмыков с камерами хардкора и начинается драка. Есть здесь камерами хардкора, там Света Сулянова, она тоже снимает, и там идет драка. Мухаммад Калмыков со своими друзьями начинает нападать на машину. И вот там начинается драка. Они заходят в зал, сидят, начинают комментировать. Потом, как наш оператор с Аханом Моргенштерном разговаривал, он сказал, ну, сзади, я не знаю, вы видели фотографии или нет, как они сидели. Я просто видел видео, наш оператор, он имеет право это все снимать. Стояли там четыре стуля, а сзади стояли семь охранников Моргенштерна. Один из этих охранников, он сказал нашему оператору, что Чоршанбе начал вообще, не комментировал, ничего не говорил, во время боев начал писать своему брату Азизхану. То есть активно там чатились на телефоне. И друг Мухаммада, Ашкан, который там на нашем деле когда-то ударил Азизхана, и Азизхан упал. Мы так поняли, они одного из наших ребят вырубили там, он попал в больницу, у реанимацию в сложном состоянии. Это когда на нашем деле? Да. И один из наших как бы уронили Азизхана ударом. Мы так все это закончили, закрыли эту тему. И тут они решили опять поймать нашего земляка и отомстить ему за это. Для всех это большой вопрос, почему эта драка произошла. Они перешли и хотели четко отомстить нашему земляку Ашкану. И вот тут Чоршанбе переписывается со своим братом. Его брат, я думаю, вы уже видели у них на инстаграме, втроем или вчетвером. Они подходят сзади, стучают ему по плечу, и он вернется и говорит, помнишь меня? И удар с ноги. Потом его один друг Азизхана ударит там уже с руки в лицо, другой там поднимает стул, бросается на него. Короче, его повалили на пол, как всегда, толпой начали избивать его. И Мухаммад тут слышал и понял, что они точно напали на нашего земляка. Сразу перебежал, то есть бросил это место комментатора, перебежал. Начал на полу одного из них, короче, бить, потом начал душить. Вот во время, когда душил, Чоршанбе тоже сразу перебежал. И вот тут Чоршанбе начал там сверху бить ногами Мухаммада. Но Мухаммад, когда его друга задушил, по-моему, до отключки говорили, что его задушил. Потом встал, тут охранники вмешались. Ну вот так, потом как-то перешли другие, началась там драка, там стулья кидали. Толя Сулянов потом выгнал группу Чоршанбе. И Мухаммада посадили, тут еще Моргенштейн сидит. Мухаммада посадили дальше возле Моргенштейна, они комментируют. И тут, как я считаю по сценарии, Калмыков заходит, ему четко разрешают, да, заходи. Вообще он был вне зала со своими друзьями, думаю, четыре друга у него еще. И начинает там устраивать драку с Мухаммадом. Мухаммад со своим другом Ашканом начинает против них драться. Они с этим не справляются, потому что там их намного больше. Был там пояс Моргенштейна, я не знаю, от Муз-ТВ, получается, или где он? Да-да-да, Муз-ТВ. И Мухаммад этим поясом начинает бить этих ребят. Он не может на ногах резко двигаться или ногами бить, ну, из-за операции. Поэтому некоторые удивляются, почему он возьмет какой-то предмет или это, потому что он травмирован. Во-вторых, как мы ошибку допустили, он сам сказал, дай мне, возьму своих друзей. Я сказал, да нет, я там как бы договорились, что ничего не было. Они мне сказали, ничего не будет. И вот такое произошло. Я так понимаю, вы думаете, что вот, например, с Колмыковым ситуация, это, ну, там определенным образом, это ситуация спродюсированная хардкором, а с Чоршанбе это больше спонтанная история? Да, с Чоршанбе там реально есть явная вражда. Но я лично сам, как бы, честно, не могу сказать, что даже я хейтил Чоршанбе до этого события. Но после этого события, как они напали на нашего друга, причем сзади, потом накрыли его, и потом собрали большую толпу, там 12 человек с дубинками, ножами на улице, типа, говорят, ждали, пока Мухаммад, чтобы заканчивал комментировать бои, и типа, он выходит, и они начинают, типа, я не знаю, хотят ножами, дубинками, и ой-вой, и его друга бить. Они, когда начинают с нами конфликты, они уже заходят слишком далеко. Ну, в принципе, когда они подрались, они нашего друга побили, Мухаммад Зафара побил, он вышел, потом звонит мне, кричит, как, я не знаю, как сумасшедший, говорит, я твоего брата, убью я этого. И говорит, ну, сейчас выйдет, он комментирует, выйдет, сделай, что хочешь, я не знаю, зачем мне звонить, делай, если можешь. Ну, это сумасшедший, там два таджика там были, со стороны Мухаммада, они вышли на улицу, они взяли их в заложники. Это как в заложники? Они были, у них было несколько машин, ну, как они проходили туда, их поймали, типа, держали, с их номера звонили, говорили, типа, выходи сюда. Сегодня последний трогин. А закончилось чем? Ну, по-моему, пошел слух, что они взяли заложники, потом они отпустили. А у вас после этого были вопросы к хардкору, ну, то есть, или какие-то там претензии, может быть? Ну, честно, я ожидал, что с Толя поговорю, но он еще мне не звонил, ну, может, позвоню, но у меня есть вопросы. То есть, я должен понять, почему Мухаммад Калмыков вышел на улицу с камерами хардкора, почему, когда драка закончилась в Чоршембе, выгнали Чоршембе, все хорошо, сидят дальше, даже Моргенштерн сидит, и тут Калмыков заходит, и опять устраивает драку, охрана как бы его пускает в зал, могли бы его не пустить, и там и прогнали Моргенштерна, то есть, он уже почувствовал, тут пахнет керосином, и уже охрана его вывели оттуда. Я думаю, там кусок видео даже есть, вышло. Я не знаю реакцию Моргенштерна, но реакцию продюсера хардкора, они когда выходили, либо я с ними разговариваю, то они просто говорили, мы такого до сих пор в жизни не видели. А это Моргенштерн ему поезд дал, или просто он по-другому? Я не знаю, честно, Моргенштерн, в принципе, с этим поездом зашел в келетку, есть даже это, потом, может, снял, положил куда-то, но началась драка, и попал под руку. Хотели его посадить между Мухаммадом и Чоршембе, а его менеджер не согласился, сказал, тут может начаться драка, и если он между этими двумя, то он становится мишеньем. Поэтому еще Сафонова посадили между ними. Вы говорите о том, что Зафар, менеджер Урдж-Тим, он был нокаутирован в этом эпизоде, но вот вроде бы на тех фотографиях, которые выложены, Зафар как бы не в отключке, а он просто лежа перекрывается руками. Может, все-таки его не вырубали? Зафара вырубали, этого никто не видел, потому что этого не было. После того, ну, Чоршембе сам, можно еще на видео видеть, и по поступкам, он сам боится с Мухаммадом один на один выйти куда-нибудь. Он, если в опасности, он сразу зовет друзей, или, ну, не выходит. Когда его выгнали, его группу, его очки там остались на поле боя. И он просил Зафара, что иди туда, возьми мои очки. То есть Зафар сам один зашел на поле боя. Сам Чоршембе не зашел туда, потому что понимал, там стоял Мухаммад. Когда Зафар зашел, Мухаммад сказал, ну, у нас, в принципе, есть такой принцип, мы там менеджеров, таких людей, там, организатор, промоутер, вообще никогда не трогаем. Вот тут он нарушил свой принцип и сказал, из-за того, что они моего брата сзади там накрыли толпой, вот я должен тут, там, след на Зафару. Он там, по-моему, два-три удара, ну, его отвел в сторону, дал ему два-три удара, он упал. Ну, можно это назвать нокдауном. Он упал, и дальше начал там возле келетки его добивать. Вот нет ощущения сейчас, может быть, вам тоже кажется, что эти потасовки, они уже переросли в такое подобие, может, грубо будет, но все-таки дешевого шоу. Сейчас вот начинаются переписки с оскорблениями, картинки с подписью, там, геи, и все такое. Вот слишком как-то отдает фриковостью это все. Нет такого ощущения? У нас нет желания драться. У нас чисто есть желание шоу сделать. Видите, люди это поддерживают. Если посмотрели комментарии, всегда 90% говорят, ты сделал мой день. Им нравится это шоу. Мы не хотим в драках участвовать. Я каждый раз, когда Сулянов или там другие люди мне звонят, я настоятельно прошу без драк. Мы не хотим драться ни с кем. Но все равно как-то они откуда возьмутся. Как-то устраивают их. Не знаю, замышляют. Я реально не понимаю, зачем Чаршенбе вот это начали. Азизхан отомстил за то, что его вырубили там в феврале. Но вы тоже вырубили нашего друга? А зачем тогда надо было эту драку устраивать? Там сидит Моргенштейн, его позвали, наверное, большие деньги ему платили, чтобы он перешел. А вы стояли, даже один бой до конца он не сидел. И начали вот эту массовую драку опять. Моргенштейн должен был сидеть до конца турнира. Они должны были спокойно сидеть до конца второго турнира. Получилось, что они начали сразу драку. И они, по-моему, один бой до конца делали или там на 80% и началась массовая драка. И то есть Моргенштейн сидел там всего несколько минут и убежал. Есть версия, что весь этот конфликт он в принципе родился, потому что уже давно между Мухаммедом, между Чуршанбе не было каких-то прямых конфронтаций где-либо, то есть таких вот стычек и прочего. И люди потихоньку стали более равнодушны к этому противостоянию. Вот имеет ли эта версия право на жизнь? Ну, просто вот, чтобы напомнить людям о том, вот это все и произошло. Даже честно скажу, после этого некоторые люди в этом бизнесе начали мне писать да это же хорошо, сейчас опять их бой начал стать актуальным. Но я вам скажу, для меня я не рассчитывал, что будет драка и я не считал это нужно. Я считал, типа, если кто выиграет, кто проиграет, ну давайте после боя сделаем опять реванч. Да, это было для меня интересно. Но получаю, ну у них просто настолько большая конкуренция и большая ненависть друг к другу, ну просто они не могут в одном месте друг с другом находиться. Сейчас Мухаммад собирается опять отомстить за своего брата. А, наверное, они потом дальше хотят отомстить. Окружение Мухаммада, окружение Чошамбе иногда остывает, но они оба не остывают никак. Каждый хочет другому отомстить и ответить типа за прошлое обиды или не знаю вот это. Существует ли сейчас кто-то, кто реально готов сделать этот бой? Кто вам говорит, что вот все, сейчас Мухаммад поправляется и давайте будет бой. Кому этот бой интересен, конечно, интересен правда, где они подрали, подписали контракт. Интересен Файтнайту, я знаю, интересен Хардкору. Ну, посмотрим, поговорим. А к чему вы склоняетесь? Мне, честно, я думаю и хорошо на Хардкоре и хорошо на Файтнайте. Мне кажется, все-таки на матч ТВ интереснее. Мне кажется. С Амиром, когда мы пообщались, он мне позвонил после боя Косымба. Он выразил очень большое желание, что он тоже хочет этот бой организовать. Я говорю, если ты можешь с Чаршембе договориться, давай, пожалуй, себе исправлю. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо!